Песня У нас есть такая традиция, такого контрапункта всем нашим событиям научным, и контрапункт не только музыкальный, но и изобразительный, поэтому мы встретились здесь для того, чтобы открыть выставку. Я ее еще не видел, поэтому ничего не могу сказать в отношении комментирования того, что там приготовлено, но тем не менее сам факт того, что это в очередной раз свершилось, меня очень радует. Сегодня мы открываем выставку, посвященную Игорю Федоровичу Стравинскому, замечательному русскому композитору, 140-летий которого исполняется, и 60 лет со дня возвращения его на родину. При подготовке к выставке мы обратились к фонду Федоров-Стравинский и его сыновья. Фонд помог нам с документами, с очень интересными и фотоматериалами, за что мы сердечно благодарим фонд. Для нас большая честь участвовать в этом событии и предоставить документы для такой выставки. Конечно, я думаю, что для сотрудников архива, для создателей выставки стояла непростая задача отобрать те материалы, которые особенно будут интересны и ярко представят и жизнь, и творчество Игоря Федоровича в таком небольшом объеме. Этот год, да, он знаменателен днем рождения Игоря Стравинского, 140-летия, знаменателен событием его приезда в Советский Союз в 1962 году. Но также есть еще три события, три, так сказать, круглых даты русского круга Стравинского, которые мы все-таки отмечаем в этом году. Это 150 лет со дня рождения его первой учительницы футопьяна Леокадии Кашперовой. Это две трагические даты. 105 лет с момента гибели его младшего брата Гурия Стравинского, который был талантливым певцом, так же, как и его отец, солистом Баса Мариинского театра. И 120 лет с момента смерти отца Игоря Федоровича Стравинского, Федора Игнатьевича Стравинского, который был знаменитым в свое время басом, солистом Мариинского театра. То, что была возможность получить совсем новые и, в общем, неизвестные, так широкому слушателю, даже знатокам, творчество Стравинского визуального материала, мне кажется, это прямо вот такой эксклюзив нашей выставки. Здесь много фотографий, связанных с семьей Гурия Федоровича, с его братьями, с родителями, с американским периодом его жизни. Поэтому, мне кажется, что все, кто увидит и внимательно посмотрит, получит что-то новое, узнает что-то новое о жизни Игоря Федоровича, что, собственно, и главная была наша задача. Первая часть, на первом стенде представлена, это детство и юность, и семья Игоря Стравинского. Здесь фотографии родителей, фотографии детские, фотографии семейные. Первый автограф на поздравление отцу. Второй и третий стенд у нас посвящены творчеству. Здесь статьи, программки, афиши некоторых произведений Игоря Стравинского. Третий стенд тоже посвящен творчеству. Здесь также есть статьи, и здесь более поздние фотографии. Здесь фотографии с некоторыми знаменитыми людьми, как Павло Пикассо, Сергей Дианилев и прочие. И четвертый стенд посвящен визиту Игоря Стравинского в Россию в 1962 году. Начинается с прибытия в Ленинград. Фотография, как он выходит с самолета. Его тут же окружают журналисты. Концерт в Московской консерватории, концерт в Ленинградской консерватории. И программка московского концерта с автографом Игоря Стравинского. Вот, можете ознакомиться со всем. Будет интересно, я надеюсь. Да, мы стараемся.